Привет, привет! Сегодня какое? 30-е июня. О, по встречной полосе едем, смотри. Ничего себе! По встречной полосе нас отпустили. Почему так? Ну, потому что трафик большой туда, бачишь. Едем без разделительной полосы. Мы едем в Ocean City на океан. Пустили нас по встречной полосе, потому что сегодня суббота, большой трафик. Мы выехали на самый опасный мост в Америке. Этот мост, если бы я не читала и не знала, то сейчас бы ехала и не боялась. Потому что мы уже не раз ездили в Ocean City и проезжали здесь. Этот мост строился 35 лет. Он считается самым высоким и самым опасным в Америке. Здесь даже работают психологи для людей, которые раньше плавали на паромах, чтобы с материковой части переправиться в Ocean City. Потому что многие люди ездят на работу каждый день через этот мост. И они боялись здесь проезжать. В таких случаях психологи рекомендуют им смотреть на воду. Наблюдать, какие здесь красивые места. Здесь курсируют пароходы, яхты. И не думать о том, что ехать по этому мосту может быть опасно. Мост в один ярус. Ну вот, две такие дороги. И вот такой вот вид. Из окна. Я сейчас попробую поснимать. Это залив, да? Да, это залив. Проезд по мосту платный. При везде стоят камеры, которые автоматически списывают деньги с этого приборчика. Как он называется? Изи-пэс. Изи-пэс. Мы уже видим землю. Уже опасный мост проехали. Вот уже мы съехали с моста. Пошли в фермерские поля. Солнечный батарейский. Какой балдец, а? Похоже, нас тут подсекают на дороге. Хочу добавить по поводу моста. Называется он Чесопикский мост. Его длина около 8 километров. Высота 60 метров над уровнем моря. Водители, которые вынуждены каждый день проезжать этот мост, он соединяет восточную и западную части штата Мэрилен. Жалуются на то, что там бывают сильные ветры. И плохая видимость во время штормовой погоды. Водители говорят, что боятся ездить этим мостом. Но мы уже проехали. У нас все нормально. Вот автобус. Чем ближе к океану, тем больше транспорта. А вот этот вот автобус, он на колесах. То есть, люди вот так вот путешествуют, а это проехал фургон. Целая квартира на колесах, да? Да. Там есть все удобства. Удовольствие не дешевое. Может стоить 100 и больше, если что вам. Такая квартира на колесах. Чем ближе к океану, тем больше будет и вот таких вот катеров на дороге. Мы уже проехали. Для таких автобусов есть специальный паркинг. Ты приезжаешь, платишь за это место. Ставишь автобус на паркинг. Подключаешь его к электричеству. Подключаешь его к воде. У тебя есть свет внутри. У тебя все там. Плита работает. Готов себе еду. Спи, смотри телевизор. Живи в своем домике. В свое удовольствие. Включая душ и туалет. Вон еще один такой проехал. Только уже в обратном направлении, да? Да, наверное. Еще раз хочу показать штат Мэриленд. Зеленая стена. Изумительно красивые дороги. Лес вокруг. Взлетает там кукурузник. По-нашему кукурузник. Видимо, для того, чтобы обрабатывать поля. Вот уже видно, что это курортная зона. Полуголые байкеры и катера. Еще залив. Я в той стороне. Это залив. Мы уже почти приехали. Мы в Севастополе на таких парашюте. Это в парашюте. Да, я вот на таких парашюте. Нам еще минут 20, и мы будем на центральной улице. Сзади мотоциклист остановился. Как ты сказал? Уже поедет, ноги бегут. Уже поедет, ноги бегут. Видимо, устал. Устал крутить педали. Устал крутить педали, да. Вот. Мы едем компанией. Сзади сидят две очень симпатичные молодые женщины. Но они не хотят тебя показать. Вот еще один мост. С правой стороны будут там эти столики. Еще один залив. Красота какая. Очередной мост, очередной залив. Боже, как красиво. Нет, это все заливы. Это все заливы. Мы проезжаем через несколько заливов. Вот находится. И здесь 5 или 7 восходов. Просто не могу налюбоваться. Как красиво. Уехать сюда в Ocean City. Вон там уже в Ocean City. Вон там вот бар Джамайка. Мы были там в прошлом году. Это бар на воде. Очень красивый. Может, мы зайдем туда сейчас. Так, мы уже въехали в Ocean City. Панорама улицы. Какой молодой девчонок. Да, девочки. Там огромный джип. Сейчас каникулы. Полная машина девчонок. И они там музыку врубали. И дискотека у них в машине. На каждом шагу мини-гольфы. Каждый мини-гольф у них в математику. Драконы, рыцари. Животные. Сейчас, если будем проезжать, поснимаем. Вот хочу показать. Здесь улицы нумеруются. И по ним можно, в принципе, вычислить, как далеко находишься от центра города. 49-я стрит. Это недалеко от центра города. Центральная улица называется Борт Уок. Нет, это пешком ходить, по которой. Да, по которой можно ходить пешком вдоль океана. И вот эта центральная улица заканчивается на 21-й стрит. То есть мы уже центр проехали. Но это называется Миддл Таун. Старые дома здесь. Старые постройки есть, которые чередуются с более современными отелями. Вот. Автобус даже курсирует. В прошлом году мы жили далековато от центра. У нас была 89-я улица. Нам приходилось ехать, чтобы погулять. В этом году у нас отпуск в августе. И будет уже 39-я улица. В самом центре. Там может быть шумно. И мы решили недалеко. Вот это старые дома, старые постройки. Но там есть все удобства. То есть, если, например, однокомнатная... Все развлечения. Да, однокомнатная квартира. Иного водкабабы. То есть там есть living room, столовая, кухня. Это называется кондо. Можно здесь также снять посуточный отель. В общем, можно взять очень дешевые номера какие-то здесь. И очень дорогие. Ну, в среднем где-то 50-100 долларов за ночь. Это если останавливаться в отеле. А кондо это уже, скажем так, квартира со всеми удобствами. С кухней, с баром, с холодильником. Да, емое. Стояли на красной и не проехали. Ну, какая тачка выезжает. Ты не поймешь, что это. Или мотоцикл, или... Машина. Это машина такая? Нет, машина. Вот это парковочная зона. Везде пальмы. И можно взять напрокат велосипед и покататься по всему курорту. Она у нас место транспорта. Бар «Джамайка» работает круглосуточно. Здесь несколько таких залов огромный. Бар, ресторан. Вот здесь ресторан, столики на воде. Все битком. Все в цветах. Здесь вот такие хижины. Все в пальмах. Обалдеть, как красиво. Ну и там открытая площадка. Рок-коллектив работает. Хочешь пей, хочешь танцуй. Любимое место, пожалуй. Все молодежи и немолодежи всех. Мы взяли костель. Как он называется? Скажите мне даже... «Электрик лимонаде». «Скажите мне даже?» «Играет лимонаде». «А вы в лимонаде»?» «А вы в лимонаде». «О, от вас есть». наконец добрались до берега остановились около такой бухты здесь постоянно курсирует катера очень красивое живописное место там какая-то вышка я не знаю лето маяк или это просто спасательный какой-то пункт позади уже начинается пляж океан все время разный сегодня он более-менее спокойный можно даже поплавать мы возвращаемся и хочу показать еще раз какой красивый штат у нас микрофон у меня остался а а а а а а а